доброго времени суток сегодняшний наш видеоролик на тему как правильно посадить кедр сибирский или корейский первое мы выбираем место обращаем внимание на грунтовые воды если у вас весной стоит вода значит у вас высокие грунтовые воды вам тогда надо будет делать холмики сажать на холме высота холмика чуть выше грунтовых вод второе если у вас нету грунтовых вод вы сажаете обычным способом вот как сейчас мы будем сажать первое на что надо обратить внимание это кедр дерево высокое и расстояние между ним делаем 58 метров оптимальное расстояние но если у вас не получается 58 метров делайте хотя бы но метр четыре три тоже можно сажать но это уже маленько будет угнетенно второе не забываем от фундамента отступать метров пять корневая система у кедра очень мощная и надо отступить метров пять третье не забываем что кедр высокое дерево и сажаем вот я сажаю сейчас на просторах моей родной деревне рядышком с соседом в данный момент позади меня находится юг и ему ничего не будет притенять соседу так что сажаем по принципу лесенки высокое дерево надо посадить чтобы она не затеняла следующие деревья роем лунку приблизительно 50 на 50 и будем ее потом заполнять плодородной землей но если у вас нет возможности заполнить плодородной землей ройте лунку 30 на 30 и заполняйте землей которая у вас имеется в наличии все мы выкопали лунку первое у нас идет это хвойный опад если у вас нет хвойного опада можно заменить листьями обязательно все притрамбовываем все землю притрамбовываем потому что весенний снег все равно вдавит у вас получится лунка второе ведро земля сперегнуем то же самое все вдавливаем третье ведро у нас идет уже торф с плодородной землей и песком крупнозерновым а также мы будем использовать шишки в качестве по пол ведерками аккумулятора влаги то есть и и и и и и шишки впоследствии будут служить перегноем и органическим удобрением а в первоначальном состоянии первые два года они будут использоваться как аккумулятор влаги выкапываем хедрёныши из рассадника поставь его передо мной я сейчас фокусирую покажу где корневая шейка так не очень фокусироваться получается но вот примерно смотрите вот середина экрана это корневая шейка от корней чуть-чуть сантиметрик выше не заглублять приступаем посадке расправляем корни гриба землей которая сверху теперь также плотно прижимаем руками так остается теперь последний штрих это закрыть геотекстилем мы постелили геотекстиль и теперь обязательно забыл забиваем колышки это надо для того чтобы бензотриммером не скосить лишь возьми на себя колышек криво миша на себя так три колышка коротеньких и один длинный вот так вот там меня уже посажено это чтобы зимой видно где они растут под снегом так подводим итоги у нас 246 ведер земли из них ведро перегноя ведро перегноя смесь землю мясо и 4 ведра получаются чисто земли разбавлены песком геотекстиль можно заменить другим материалом главное чтоб он был воздухопроницабельный ну вот готово мы посадили кедрик первый год его можно притянить лапником обязательно в летнее время с южной стороны оставляйте шторку из травы либо другого материала надо притяниние первые лет пять надо его притянять летом в начале весны поливаем корневином мы сейчас сажаем осенняя посадка можно так же самое то же самое все делаете весной в начале весны поливаем корневином если кедрик плохо приживается и начинается чернеть то его тогда поливаем эпином обрызгиваем крону по инструкции в течение лета в жаркое лето два-три раза в неделю по 5-10 литров можно по 5 литров поливать в довольно такое не жаркое время поливаем ведра в неделю 10 литрового вполне хватает получается все мы скоро вот единственное забыл что я добавить когда мы копали яму если у вас глина не копайте глубоко потому что у вас появит появится место где будет просто скапливаться вода если у вас глина очень не глубоко сажайте плоды